Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать красивую гульку для волос. Итак, начнем! Из квадратов ленты складываем треугольники. Накладываем один поверх другого и сводим края к середине. Далее обрезаем низ по прямой линии и склеиваем зажигалкой. Разворачиваем наш лепесток и немного подгибаем низ. Сводим два края сзади и склеиваем зажигалкой. Лепесток бочонок готов! Для одного цветка нам потребуется 10 таких лепестков. Склеиваем их между собой по кругу. Для нашего украшения нам нужно сделать 5 таких цветов. Приклеиваем наш цветок в фетровой основе. Оформляем его красивой шапочкой для бусины серединкой. Также красиво будет смотреться серединка из трасс. Собираем верхнюю часть банта. Для этого два отрезка ленты склеиваем между собой. Далее сгибаем их пополам, чтобы наметить середину. Под углом сгибаем ленту и поднимаем края наверх. Прошиваем нашу заготовку нитью. Всего нужно сделать 2 таких заготовки. Капелькой клея зафиксируем края заготовки. Нижний бантик я решила сделать простым. Из двух отрезков ленты, собранных между собой. Продолжение следует... Склеим все детали банта, а также закроем середину красивой широкой лентой. Продолжение следует... Продолжение следует... Сделаем наши цветочки подвижными. Для этого кружочек фетра сгибаем пополам и делаем два надреза. Продеваем атласную ленту в эти надрезы так, чтобы через нее можно было продеть резинку. Фиксируем сзади ленту и приклеиваем эту заготовку к цветку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Собираем все детали на резинку и сшиваем ее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Закрываем шов кружочком из фетра. Немного срезаем край. Приклеиваем на эту заготовку наш бант. Вот такое украшение у меня получилось. Приглашаю вас посетить мой магазин Хэнди Вёрк. Там вы можете приобрести материалы для вашего рукоделия. Ссылочку я оставлю в описании. Увидимся с вами в следующем мастер-классе. Всем пока!